сегодня мы с вами приготовим еще одну разновидность корейского токпуки а именно бывает так что мы не можем купить с вами рисовые палочки которые называются кареток но можем найти в продаже вот такие вот рисовые клетки они имеют округлую овальную форму и с ними тоже можно приготовить токпуки и я покажу сегодня как это сделать для этого нам будут нужны с вами рисовые клетки 30 штук где-то около 200 грамм также я буду использовать сегодня тревесные грибы которые называются муэр можно использовать любые другие грибы и они у меня в сушеном виде и понадобится нам 5 штук в расчете на 1 на 1 2 человека то есть на одну две порции мы их заливаем водой то есть замачиваем в воде комнатной температуры на 30 минут за это время они впитают воду и разбухнут также нам потребуется следующие овощи это лук во половина луковицы которые мы нарезаем с вами тонкими полукольцами вообще можно использовать любые овощи по вашему вкусу и выбору ли готовить вообще без овощей также белокочанная капуста у меня сегодня 50 грамм которым нарезаем кусками среднего размера и зеленый лук три пера у меня зеленый лук мы нарезаем своими кусками в один сантиметр если хотите то можно добавить в это блюдо также вареные яйца и сосиски также как и в общем обычный токпуки теперь когда у нас грибы мэр раз увеличились в объеме мы должны будем у них срезать корневую часть как я говорил вы можете заменить на другие грибы или вообще не использовать грибы просто у меня в данный момент что было в холодильнике то я в токпу в токпуке и положу теперь делаем соус мы помещаем все ингредиенты сразу в глубокую сковороду для обостроты и удобства сначала заливаем воду где-то 200 250 миллилитров можно добавлять потом процессе приготовления воду по необходимости также сахар 2 столовые ложки у меня белый сахар и сироп 1 столовая ложка или же мед по вашему вкусу и выбору корей обычно использую зерновой или кукурузный сироп у меня сироп агавы также нам нужен будет с вами чеснок 1 столовая ложка он измельченном виде перемолтый и затем добавляем соевый соус и 2 столовые ложки соль добавлять в блюдо уже не нужно свою создает соленость красный молотый перец чили порошок мелкого помола пол столовые ложки и острый чили паста кучу дян которую можно купить в магазинах корейских товаров или же приготовить своему дому здесь верху лин как это сделать и она нам будет нужна две столовые ложки добавляем ее и растворяем пасту размешиваем растворяем ее в воде теперь все сковородку можно сразу отправлять на огонь и после и сразу же мы с вами закладываем подготовленные овощи все за исключением грибов а именно капусту лук и зеленый лук готовим мы это блюдо все время на среднем огне сначала нам нужно будет довести соус и овощи до кипения когда у нас все закипит мы закладываем рисовые клетки и грибы то есть оставшиеся ингредиенты в данном случае какого-то меня есть набор а все это равномерно распределяем по сковороде погружаем клетки в соус и снова доводим все до кипения когда закипит снова мы продолжаем готовить на среднем огне периодически помешивая и нам нужно будет довести соус до загустения не до полного такого загустения чтобы прям вся жидкость ушла чтобы он достиг у нас такой полу густой полу жидкой консистенции и тогда собственно говоря блюдо наш с вами готовы его можно подавать к столу вообще токпуки у него есть очень большое разнообразие и вариантов как его приготовить с морепродуктами без морепродуктов сосисками с яйцами без есть добавить туда лапшу в конце приготовления и в общем еще много других способов некоторые из них вы тоже найдете у меня на канале в разных плейлистах посмотрите ну и все наслаждаемся блюдо острое поэтому его чаще всего заедают белым отварным рисом или чем-то балансирующим надеюсь вам было интересно здесь же еще раз придем способ приготовления ингредиенты приятного вам аппетита и и и и и и и и и